У гитлерацев не было единой политики по поводу колхозов. Розенберг предлагал их распустить и раздавать землю крестьянам, как это делали партизаны в контролируемых ими районах. Гитлер и Кох настояли на сохранении коллективного производства как эффективного средства выкачивания продовольствия для заблокированной союзниками Германии. Земельный же пай в частное владение, или тысячу карбованцев на выбор, можно было получить как премию за выдачу партизан. При том, что число рабочих рук в Украине стремительно сокращалось, эшелон за эшелоном уносил на запад самых здоровых, сильных, молодых, рабов 20 века. Какое большое и радостное впечатление производит нормальная, спокойная жизнь в большом немецком городе. Какие красивые здания, и как их много. Как здесь все чисто и опрятно. Это наш завод. Здесь будем работать и повышать свою квалификацию. Практика работы за границей, немецкие производственные навыки пригодятся нашим ребятам, чтобы после войны у себя на родине в качестве мастеров и начальников цехов восстанавливать разрушенную большевиками промышленность. А вот и первая получка. Приятно получить первые заработанные в Германии деньги. В ближайшем магазине всегда можно купить для себя всякую необходимую мелочь. В ларек зашел наш знакомый, Вася Павленко. Другому парню понадобились зубные щетки. Девушки, которые работают на фабрике, имеют свое чистое и уютное общежитие. Появление почтальона всегда радостное событие для наших девчонок. В мужском бараке свободное время проводят по-разному. Кто читает, кто рисует, а кто изучает немецкий язык. Вася Павленко занимает один хозяйственный вопрос. Как бы из своих сэкономленных денег перевезти матери побольше, чтобы соседи о нем говорили? А кроме того, оставить необходимую сумму на покупку новых ботинок. Вечером помещение из русской столовой оборудовали под театр. Сегодня у них гости. Украинские и русские рабочие из соседней пары. Слушая мотивы родных песен, каждый немного взгрустнул. Ведь каждый любит свою родину. Ничего, дорогие ребята, не печальтесь. Помните, что тяжелое уже позади. Большевизма нет. Большевизма есть! Корректор А.Кулакова